это вам ученица шестой ступени интересное развитие болезни было срезонарио срезонировала на скандальную тему в офисе и несколько дней и в себе переживала внезапно температура 38 градусов выкарабкалась через три дня недели через три недели ого и снова попала вредоносную тему из своей прошлой жизни снова возникла температура страх но и мысли вдруг заработали снова в ту же грязную лужу угодила поработала 66 санга и осознала что это от нервного восприятия осуждения температура усла ушла смотрите как все устроено болезнь это фактически оханье а что предшествует оханью вздохи смотрите как мир устроен если человек вздыхает делает от чего он вздыхает у него появляется разочарование которое является возможно следствием того что этот человек ставит кому-нибудь задачи ждет что кто-то будет выполнять какие-либо задачи то у него в дальнейшем это создает вот такие разочарования именно поэтому совет такой для того чтобы не разочаровываться не ставьте задачи говорите всегда я ни при чем это пусть лежит эта ответственность на других людях тогда у вас не будут разочарований у вас не будет вот таких вздохов когда вас кто-то раздражает вы вздыхаете когда вас кто-то нервирует вы вздыхаете говорите себе слова я ни при чем это не ваша проблема серьезно так вот чем чаще человек вздыхает на протяжении своей жизни смотрите когда вздыхаем это то же самое что стонать от боли в дальнейшем это тоже самое та же самая физиологическая особенность то есть когда человек делает так то в дальнейшем будет я так о-хо-хо-хо-хо как мне больно смотрите одно и то же получается развитие физиологической проблемы боли формируется в тот момент когда у человека появляется предварительные элементы разочарования именно поэтому я хочу вам сказать а что может разорвать разочарование не принимайте близко к себе старайтесь быть человеком который не ждет от кого-то каких-то обязанностей не ждет ничего ни от кого старайтесь быть человеком которые немного двойтично безразличны то есть если человек говорит я не сделал это говорить и но и ничего страшного я ни при чем это что не сделал или там у меня не получается ну бывает и я ни при чём старайтесь оберегать себя от разочарований старайтесь не страдают старайтесь не накручивать старайтесь отвлекаться старайтесь медитировать на слово я ни при чём таким образом вы сможете избавиться от этих охов чтобы они в дальнейшем не превратились в ахи и страшнейший проблемы конечно же конечно же если противобоев если противоборство конечно же есть свое время я говорил что необходимо перейти на сторону людей восхищающихся нужно быть человеком который старается восхищаться наоборот восхищайтесь говорите слова ах на вдохе говорите ах мне нравится моя жизнь я сегодня кушала я в одежде мне нравится то что я живу мне нравится ведь бог создал людей для того чтобы им нравилась эта жизнь иначе зачем таким образом если создал нас для того чтобы мы радовались этой жизни давайте будем радоваться хватит охать хватит вздыхать конечно вспомнилась еще одна такая пословица с ахами и вздохами есть русская народная пословица я ее могу не очень правильно сказать из-за там может быть недостаточно хорошей памяти но она звучит где-то так охай в молодости а а хай в молодости чтобы в старости не охать о чем здесь говорится ну здесь говорится наверно о весне что женщина должна соглашаться что женщина должна обращать внимание на мужчин что мужчины должны обращать внимание что нужно с кем-то встречаться и так далее вот здесь об этом говорится подвеса в ином случае будешь в старости охать страдая от того что в молодом возрасте этого не произошло но вот где-то так тоже народ очень умные пословицы народная не очень умные ну и я наверное дал вам вот ответ что же вам теперь делать будьте тем человеком кто ни при чем тогда у вас температура не будет подниматься ну вот где-то так и дело